В 1960 году геологами Амакинской экспедиции была открыта трубка Айхал. Через год на месторождении прибыла первая автоколонна. На месте будущего поселка устанавливают первые палатки, строят временную фабрику. Чуть позже в поселке начинают строить деревянные дома, приезжают новые работники. Строится Айхал. Управляет делами в то время Георгий Кадзов, легендарная личность. Сегодня его называют основателем поселка. Первые дома на молодежке были. Отцу Кадзов еще, первый хозяин наш, поселка был, Кадзов. Он ему многодетная семья, у меня я и три сестры. Нам, ну, у знакомых сначала мы пожили, а через год ему квартиру дали. Под руководством Георгия Кадзова в тяжелейших условиях Крайнего Севера коллектив Рудника справлялся с разными задачами. Ровно восемь месяцев прошло от установки в безлюдной тайге первой палатки до запуска фабрики. В 1961 году страна получила первые Айхальские алмазы. Это замечательный человек, который знал о нас все. И на работе, и дома. Начиная с 55-й палатки, потом бараки, потом молодежка, потом гагарин. Деревянные постройки со временем сменили бетонные многоквартирные дома. Строились магазины и школы. Развивалось производство. В 1986 году создан Айхальский ГОК. Сегодня Айхал – моногород. Работы ведутся на четырех алмазных месторождениях. Создана инфраструктура. В поселке есть дворец культуры, музыкальная школа, дом детского творчества и спортивный комплекс. Красивый поселок, очень красивая природа, особенно летом. Когда уедешь на материк, так скучаешь. Что-то не хватает. Все-таки север тянет. Сегодня в Айхале проживает 14 тысяч человек. Каждый год на благоустройство поселка тратят миллионы рублей. Асфальтируют дороги, придомовые территории, строят детские площадки, озеленяют город. Нравится здесь природа. Поселок тихий, хороший, уютный. Нигде нет такого, как у нас. Среди леса поселок находится, городок. 57 лет отметят в этом году Северный Айхал. Историю поселка в Айхале помнят и чтят. В городе открыт парк первооткрывателей. На главной площади установлен памятник Георгию Кадзеву, основателю поселка. Альбина Шарафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».